Протестные выступления на юго-востоке Украины Результат нежелания и неспособности руководства в Киеве Учитывать интересы русского и русскоязычного населения Об этом накануне говорили Владимир Путин и Барак Обама во время телефонной беседы Российский президент призвал американского коллегу максимально использовать имеющиеся у США возможности Чтобы не допустить применения силы и кровопролития Добавлю, эти приговоры стали первыми за две с лишним недели Последний раз, 28 марта, Владимир Путин в телефонном разговоре с Бараком Обамой Уже говорил о необходимости стабилизации обстановки на Украине Где беззаконно действуют экстремисты, запугивая мирных жителей, представителей властных структур и органов правопорядка Российский лидер прокомментировал и высказывание о том, что якобы Россия может иметь отношение к событиям на юго-востоке Украины В ответ на высказанную президентом США озабоченность, якобы имеющим место российским вмешательством на юго-востоке Украины Президент России отметил, что подобные спекуляции основаны на недостоверной информации Нынешние украинские власти должны думать в первую очередь о том, чтобы реально вовлечь все основные политические силы и регионы В транспарентный процесс выработки новой конституции, гарантирующей основные права и свободы граждан Федеративное устройство страны и ее внеблоковый статус Добавлю, что в этом же ключе высказываются и западные дипломаты Накануне в Вене прошло заседание ОБСЕ И отвечая на вопросы журналистов, постоянный представитель США при организации Дэниел Байер Завел, что Вашингтон не располагает никакими данными, достоверно подтверждающими российское происхождение оружия и формы у протестующих на Украине Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова